Всем привет, дорогие друзья! Маленькие итоги клуба и вообще несколько моментов, которые сегодня интересные услышал для себя, грубо говоря, и вам хочу передать некую информацию, которую я сегодня услышал. Информация, конечно, очень печальная. Значит, первое, что хотел сказать, смотрите, бывает стресс в жизни, да, у людей вот происходит какая-то ситуация, с которой человек тяжело может справляться, то есть это все, что угодно может произойти, ну, короче, в общем, сильнейший стресс. И вот сегодня про сильнейший стресс. То есть вот у меня был сильнейший стресс, но когда я сегодня услышал, как человек перенес стресс, это, конечно, было вообще для меня прям шок, я бы даже так сказал. Значит, у человека украли огромную коллекцию. Он получил микроинсульт и он месяц вспоминал вообще, как зовут своих родственников после этого. Вы представляете, что может с людьми происходить во время стресса? Я просто в шоке. И вот там три года назад у него украли эту коллекцию, и он сейчас, ну, уже вот несколько лет пытается потихоньку этот мужчина восстановить свою коллекцию. Ну, он поделился своей историей, человек в клубе. Я просто офигел. То есть вот у каждого человека бывает в жизни стресс, и нужно научиться именно бороть в себе этот негатив, вот это вот как-то научиться отпускать ситуацию. И я сам сейчас работаю тоже над разными моментами, там, ну, чисто над психологией мне интересно поведение людей. И я вам хочу сказать, что то, что сегодня услышал по поводу вот этого стресса, который человек перенес, и у него до сих пор идут жесткие осложнения, ну, конечно, то, что испытал я на таможне, и до сих пор у меня не разруливается, еще там несколько моментов у меня, это все, конечно, тоже на меня наложилось так мощно. Ну, как-то удивительно, я еще неплохо справляюсь, учитывая то, что я услышал, это вообще прям... Так что, дорогие друзья, будьте готовы ко всему в этой жизни, и научитесь уже сейчас, пока у вас все хорошо, подготовиться к какому-то трэшу, чтобы для вас это было, не было неожиданностью. Вот это вот я для себя понял, что нужно именно быть готовым к тому, что может что-то произойти такое, чтобы вас не накрыло так мощно, как вот, например, этого мужчину. Охренеть, вот это история, блин. Подробностей не знаю, конкретно, что там тоже у него украли, он не рассказывал, но просто человек поделился именно своим эмоциональным состоянием, который у него уже третий год длится, он до сих пор не может пройти даже все обследование, потому что организм не принимает вот эти барокамеры там и так далее, представляете, вот так вот может произойти в жизни ситуация какая. Потому что я вспоминаю, когда я на таможне за сердце хватался, это, конечно, тоже была жесть. Значит, еще из новостей насчет монеты. Значит, мне сказали, чтобы я сам пошел в Министерство культуры и там, короче, решал этот вопрос. Я просто удивился, но я так понимаю, следователь этого дела, он сам мне предложил, говорит, сходи туда и поспрашивай, как минимум. Типа, таким образом, может быть, немножко процесс ускорится. Вот на следующей неделе я пойду, попробую, позадаю вопросы, может что-то прояснится. Ну, как минимум, за спрос денег не берут, как говорится. Вот, теперь, что касается новой двадцатки. Я тут для антуража такой фон, типа, сделал. Да, кстати, сегодня у меня был маленький конфликт в клубе. До того, как я снял видео, данный конверт, я человеку с дуру ляпнул, говорю, ну, долларов триста можно продать. Ну, в итоге, там, с ценой происходить начало непонятно что. Я дал паузу, человек от меня ждал фотографии, там есть одна или две немножко слегка замятых банкноты, ну, так, вставляли в банк, банкиры, да. Вот, я ему сказал, там есть парочку замятых слегка банкнот, он попросил фотографии, я фотки так и не отправил, вот, прошла неделя, и вот, сегодня он ко мне подошел и высказывал свое грандиозное недовольство, что я, типа, его отморозил. А я ему объясняю, чувак, я вас прекрасно понимаю, я понимаю, что я накосячил, но я накосячил из корыстных целей. Сейчас данный конверт стоит примерно 700, 600, там, 550 долларов минимум. То есть, зачем мне, ну, я понимаю, я тебе могу ответить, да, но зачем мне его отдавать за 300, если он уже стоит 500. Я не прав, потому что я тебе сказал 300, но я отказался и отказываюсь тебе продавать за 300. Это мое право и твое право согласиться или отказаться. Ну, он такой обиженный, конечно, сразу так вот, ну, как, знаете, как, типа, упущенная выгода у человека. Высказал недовольство, ну, культурно, без всяких оскорблений, нормально разошлись, но я ему говорю, вы меня поймите, я вас понимаю, я вас понимаю прекрасно, но вы и меня поймите. Когда я слышу, что я могу потерять 200 или вообще даже 300 долларов, то какой мне смысл тебе продавать этот конверт и терять, ну, зная, что я могу его продать, там, со временем, неважно, там, пусть завтра, послезавтра или, там, через месяц-два, но на какую-то сумму дороже. Мне ляжку деньги не жмут, то есть, я могу подождать, потерпеть. Вот такая вот тоже история бывает среди, вот, в моментах, когда ты продаешь что-то или покупаешь, что есть вероятность, видите, вот таких вот необычных ситуаций, когда с людьми договариваешься, но пытаясь, вернее, приходится ввиду корыстных интересов изменить свое решение. Однако тоже я понимаю, что я не прав, надо было ему просто написать об этом, что я продавать не буду, там, или что-то в этом роде, потому что человек все-таки ждал почти неделю, а я тупо морозил и ничего не отвечал ему. Это моя ошибка, я тоже работаю над собой, тоже очень интересно там, ну, вообще над собой поработать, над тем, как общаюсь с людьми и так далее. Интересная тема психология, так что, дорогие друзья, рекомендую что-нибудь подобное почитать для себя, пригодится в жизни, никогда не помешает. Так, что касается двадцатки новой, которая вышла, значит, сегодня мне написали, ну, там, типа, снивок с какими-то благодарностями, что я, типа, якобы завысил стоимость этой банкноты своими видео хайповыми. Не скажу, что видео хайповые, не скажу, что там дохери еще людей посмотрело эти видео, однако, почему-то меня пытаются теперь, ну, как бы, ну, типа, в вину мне ввести хотят, что якобы я спровоцировал рост стоимости банкноты, и она уже, типа, по предзаказу на новом аукционе по 400 гривен, типа, лежит. Ну, я объективные вещи говорил, я не говорил, что она будет дорожать сто процентов, или она будет безумно дорогой, но я говорил объективно, что сама банкнота подразумевает интерес у абсолютно всех людей, то есть это не просто уже коллекционный даже материал, а это более исторический, символический, пропагандистский, и очень актуальный материал на данный момент. И все люди вот в клубе, даже несмотря на тираж в 300 тысяч штук, они тоже соглашаются, что это банкнот, ну, это даже маленький тираж, учитывая события. Если взять Грузию, не Грузия, это Азербайджан, выпустили банкноту в связи с там победой в Нагорном Карабахе, 1000 монат, если не ошибаюсь, это где-то 300 долларов номинал только в этой банкноте, тиражом 1 миллион. Вот, но ее пустили в обиход, она как бы памятная, юбилейная, но она в обиходе, и я вам хочу сказать, что это большие достаточно деньги, там в Азербайджане у некоторых людей это там чуть ли не ползарплаты, и тяжело такую банкноту отложить в коллекции, не знаю, зачем они так сделали, но вот банкиры как-то, ну, на мой взгляд, неразумно поступили. Лучше бы они сделали, как вот Украина сделала маленький номинал и продала просто чуть-чуть дороже его, но тогда это удобно, у тебя есть разгон для роста и тираж более-менее небольшой, так относительно события, то есть я вот считаю, что Нацбанк поступил правильно. Да, есть вопросы к самим изображениям на банкноте, но это уже мало, скажем так, имеет значение, потому что на данном банкноте важные слова написаны, больше имеют значение эти слова, чем даже рисунки, ну и защитные элементы, и очень хочется посмотреть на водяной знак, а также микротекст. Это моменты, которые, ну, мне лично интересно посмотреть, потому что, ну, Нацбанк может делать классные банкноты и старается. Еще прикольно, что банкноты сама по себе больше, это тоже круто реально, вот. Но хочу вам сказать, что сегодня тоже было общение насчет вот других юбилейных банкнот Украины, вот как бы они лежат, которые наиболее, скажем так, последние и интересные, которые еще являются в доступе, например, если ты захочешь 50 гривен 11-го года купить, то это ее еще поискать надо, и не так-то и дешево придется ее покупать, она стоит полторушку евро уже. А вот эти банкноты, вот эту можно даже вообще сейчас прямо по номиналу на новом аукционе купить, тираж 50 тысяч, это маленький, 30 лет независимости, до сих пор цена там особо не двигается, тоже прекрасный вообще выбор для инвестиций. И я все-таки верю в то, что когда разберут эту двадцатку, огромное количество людей, когда расхватают, то я думаю, что вот эти банкноты подтянутся именно в цене. Поэтому не торопитесь покупать двадцатку за бешеные деньги на руках или там по предзаказу, сначала попробуйте завтра на сайте НБУ сделать заказ, или там послезавтра, или когда там они будут выставлять ее, неважно. А потом только, если у вас не получилось купить на сайте, потом пытайтесь купить в банке, если уже и там не получилось, вот тогда уже, да, можно с рук дергать. Потому что какой смысл сейчас дергать с рук? Потому что вы сейчас надергаете, цена условно 400, а вдруг их так выбросит много, что действительно будет потом, как с этой 500-кой лежать 20 гривен по 20 гривен вообще будут продавать люди. Ну, например, кто-то там вот такие вот кирпичи себе купит, и потом не будет знать, что с ними делать, потому что он посмотрел YouTube-канал MagicMoney и подумал, что ооо, я предупреждаю, вся ответственность на вас. Я никого не заставляю и не убеждаю покупать и тратить деньги еще и в количестве каких-то. Чтобы вы это знали и разделяли, что вся ответственность лежит на вас, на всех инвестициях, о которых я рассказываю. Вы должны обеспечить свои инвестиции, вы должны четко и правильно подойти к этому вопросу. И очень важно, чтобы вы еще понимали рынок сбыта, где и когда вы будете выходить в кэш, то есть, чтобы зафиксировать прибыль. Вы должны все это расписать в тетради. План действий. План действий четкий должен быть. Обязательно, аккуратно с этим, дорогие друзья. Сейчас война, кризис, не у всех есть работа, может не хватить никому-то денег, чтобы вы не попали на бабло. Поэтому будьте внимательны. Подписывайтесь на мой канал, пишите свое мнение в комментариях. Всем удачи. Пока.